Санги, вот куда приходит, получается, значительное количество людей, и они, ну вот, расскажут, как они пораспулюсь, и как это здорово. Ну, а что? И что, типа, ничего делать не надо. Ну, если ты спросишь немножко, давайте из биографии-то, сколько лет вы начали это делать? Ты сразу поймешь, что там очень много надо делать. Что она расскажет? Я этим занимаюсь, там, уже 12-15 лет. Там, столько раз был в Индии, там, в Тибете, там, столько практик практиковал, там, три раза чуть самоубийством не кончил. Так, это он ничего не делал. Просто расслабился. То есть он нарабатывал вот как-то вот то, что мы сейчас с вами говорим. Как это произойдет, да. Ну, опять тут опять нас смотрит человек. Ты двигаешься в этом настоящем моменте, ты как бы действительно ничего не делаешь. Я не могу это объяснить. Это так, действительно, такое ощущение, понимание такое есть. Ты тоже такое понимание почувствуешь? В потоке как-то. Ну, я не могу это объяснить. Но это когда ты попадаешь в этот поток. До потока-то надо еще дойти. Вот в чем фишка. А так они по-своему правы. Понятно, да, теперь идея? Ну, до этого потока надо как бы дойти и войти в него. Вот об этом мы с вами говорим, что это трудно. А это вот трудно. А потом как бы да, такое ощущение, что чем меньше, чтобы что-то добиться, ты как раз учишься, как меньше бы это действовать. Да. Этот момент присутствует. То, что если ты хочешь пробудиться, делать ничего не надо. Надо наработать сначала напряжение, чтобы его отпустить. Вот этот этап люди почему-то не хотят учитывать. Они слушают пробужденных, которые уже отпустили, все, да, и они перестали сопротивляться в настоящий момент, у них все хорошо. Но как человек к этому подходил, и сколько ему нужно было наработать в себе вот этого напряжения, чтобы отпустить, не все рассказывали. А это нужно сделать. Это этап. Без него не будет следующего. И чем быстрее вот это наработается, чем быстрее как бы человек наберет этот потенциал напряжения, тем быстрее он подойдет к осознанию, что нужно все отпустить. А сидя на диване, ты ничего не можешь отпустить. В тебе нет этого напряжения. Ты себя не преодолевал. Так может оно есть, просто его не осознаешь. Но ты его не ощущаешь. Ты ощущаешь напряжение, когда сталкиваешься с каким-то препятствием. Вот нужно преодолеть себя. Вот, вот, вот здесь и сейчас у тебя идет работа по преодолению себя. Если ситуации нету, где ты себя преодолеваешь, то ты это напряжение, да, ты не осознаешь. Ты его не ощущаешь. Когда я проснулась, я вот расслабленная и осознаю себя постоянно. До пробуждения ты, вот ты вот просто расслабиться, как раз таки ты и не можешь. Ты этого не умеешь делать. У тебя не может быть до пробуждения что-то просто быть. Это случается только после пробуждения. Там до пробуждения все непросто. Бывает, ну, кто-то, допустим, проснулся при простых событиях, но перед этим у него в жизни был тоже определенный труд, поиск. И если почитать истории людей, то сам момент перещёлкивания вот именно простой. А до этого момента это не просто нелегко. Говорят, возьмите и расслабьтесь, вы придёте к этому. Нет, если просто расслабиться, то можно максимум тишину почувствовать. Нет, сам процесс пробуждения у меня, например, случился легко. Сам процесс, вот именно само пробуждение. Но путь к этому процессу у меня, во-первых, занял 37 лет. Во-вторых, пока я, слава богу, меня жизнь привела к учителю и к методике, я бы никогда сама к этому не пришла, просто никогда. И этот путь, конечно, он был долгим, длинным, муторным через страдания, трудности. Пока уже жизнь меня к краю не подвела, пока уже носом меня, можно сказать, не ткнула. По-другому, видимо, нельзя. В каком-то смысле, когда человек уже пробуждается, да, у него происходит это переключение, и он видит, что в этом присутствии или в этой природе нет необходимости в каких-то усилиях. То есть, она просто существует сама по себе, она есть, всегда есть. И не требует какого-то вмешательства, ничего не требует. Именно напряжения никакого не требует. Да, да, оно как бы есть, все, оно просто есть. Ничего не надо для этого делать, чтобы оно было. Но для того, чтобы... Это так смотрится уже со стороны того человека, кто уже это открыл. Но до того момента человеку нужно проделать определенный внутренний труд. Он должен созреть для этого, да, чтобы понять, что действительно... Чтобы расслабиться, как говорится, да. Довести себя. Да, и себя нужно еще как бы подвести к этому моменту, когда я буду готов просто осознать, просто отпустить, просто есть. А потом, когда вот следующий этап, я вам объяснил, что движение там... Домой и дом – это разные понятия. Там уже понимание другое. Ну, а это там уже, это когда вы там. Поэтому живите так в первом... В детском садике такие правила, в школе в первом классе такие, в десятом такие. Вы действуйте там, где вы находитесь, как вы понимаете для себя. А то иначе вы запутаетесь. На том периоде, пока ты сверлишь, это надо делать. Потом вы столкнетесь, что вы действительно ничего не надо делать. Вот это очень трудно. Делание за счет ничего не делания. Вот тут мне трудно это объяснить словами, но это уже другой этап просто. Просто этап другой. Поэтому вам так удобнее. Для ума удобнее понять. Понятно так. А сначала придется потрудиться. А тут никуда не денешься. Субтитры создал DimaTorzok